здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня пойдет видео о том как мой дикий кот разросся у него очень большие корешочки и также у него выросли огромные листья и он у меня просто вывалился на пол из горшка из горшка перевернулся упал на бочок горшок не держится и нужно с этим что-то делать поломался листочек этот видите какие они длинные огромного размера просто эти маленькие так как я покупала реанимашку и она вот отошла у меня уже так начинаем вытрушивать орхидею с горшка ее вынуть тяжело поэтому нужно обжать пальцами весь горшок и постараться вынимать корешок гнилой можно его не беречь здесь вот внутри торфяной стаканчик его по возможности всегда нужно вынимать так как он набирает очень много влаги и из-за этого серединка орхидея начинает гнить я не вынула думала пусть порастет так надо вынимать корешочек здесь застрял потянем не потянем надо обрезать горшка вынимаем из горшка обрезаем корешочек вот этот он держал и вот здесь так смотрим что нам нужно поправить или горшок резать или корень будем резать горшок все получилось кусочек корня попала ничего теперь вытрушиваем снимаем крепление цветоноса хохо хохо защитим много гнилых корней грунта нет все нужно вырезать ну прежде чем вырезать пойдем обмоем корни наше орхидея Включаем душ, делаем чуть теплую воду и моем орфидею под струей воды, листики, корни. Затем когда я ее промою, я ее поставлю вот так вверх ногами, чтобы она стекла. Я искупала своего дикого кота, корни у него даже очень неплохие, он просто вываливался из горшка, даже нечего обрезать. Вот этот сухой можно обрезать, но нужно у него, знаете что обрезать, вот эти листики ненужные. Еще хочу вот этот поломанный листик укоротить, так как очень длинный и он декоративной смесью не привлекает внимания. Вот этот нужно листик убрать, так как вот видите цветонос, что-то здесь коричневое стало, попортилось. И вот этот корешочек убрать. Вот этот корешочек. Много убирать не надо. А листики как убирать? Разрезать или разорвать пополам. В одну сторону потянуть и в другую. Так как здесь цветонос немножко неудобно, мы постараемся. Вот так раз и в другую. Все, листик убрала. А помещу я своего дикого кота в закрытую систему. В глубокую вазу у меня есть. Все, с этой орхидеей я больше делать ничего не буду. Просто взяла такую глубокую вазу и помещаю ее путем скручивания корней. Нижний корешочек. И прокрутила, прокрутила и поместила. Стараюсь даже, стараюсь воздушные корни тоже помещать вовнутрь горшка. И смотрите, как она прекрасно будет стоять. В этом горшке и падать уже не будет. Некуда ей падать. Это у меня дикий кот. Он у меня получился как ванда. Корневая, шикарная. Ну посмотрим, если какой-то корешочек засохнет. Потом я его обрежу. Листочки у него плотные. Он еще подсохнет. Сюда в пазухе я поставлю салфеточку. На дно вазы я поместила керамзит и налила воды. Все с диким котом, пересадкой, все произвели. Будем ждать его цветения. И будем смотреть, когда раскуплятся корешочки. И набухнут новые почки. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго.